ребят всем привет и как вы поняли эта коробочка стоит у меня не просто так сегодня у меня видео обзор просто классного станочка хорошего помощника и сразу скажу те кто занимается металлообработкой это просто мечта а все станки по металлообработки я приобретаю у компании металл мастер и этот великолепный станочек я приобрел у компании металл мастер давайте же посмотрим что там внутри а для этого вскроем коробку да ребят токарный станочек и не просто а с электронной гитарой разбираем дальше болтами и гайками м8 подключена 13 станок закреплен к поддону сейчас я отключу его от поддона и установлю уже теперь на свое родное место сейчас увидите и 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 но вот друзья станочек я установил и прежде чем перейти к его комплектации к его техническим характеристикам для начала я сотру с него всю консервационную смазку по комплектации в комплекте с токарным станочком нашел вот такой пластиковый кейс откроем его и посмотрим что же там внутри а в стандартную комплектацию у нас входит масленка две отвертки одна крестообразная другая плоская набор обратных кулачков упорный конус заднюю бабку токарного станка конус в переднюю бабку токарного станка набор шестигранников ключ для токарного патрона станка ключ для ареста державки 2 рожковых ключа и вот такой спец ключ для шпиндельные гайки а также инструкция по эксплуатации на русском языке 3 кулачковый патрон четырехпозиционный резцодержатель защитное ограждение патрона и резцодержателя поддон для сбора стружки и конечно же защитный кожух ходового винта друзья защитный экран средства державки я демонтировал работать лично мне с ним неудобно кто-то приноравливается но я приноравливаться не буду зачем если мне не удобно но сейчас мы с вами переходим к техническом характеристикам токарного станка с электронной гитарой металл мастер м мл 2140 в и начнем с того что токарный станок металл мастер м мл 2140 в это настольный токарный винторезный станок и как я уже говорил с электронной гитары и предназначенные для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов стали чугунов сплавок цветных металлов а также для нарезания метрических и дюймовых резьб станок имеет рекордный в своем классе размер диаметра или 38 миллиметров также при своих небольших размерах токарный станок металл мастер м мл 2140 в и имеет патрон диаметром 125 миллиметров как я не первый раз уже сказал одним из преимуществ этого станка является наличие электронной гитары что позволяет устанавливать необходимый шаг резьбы и автоподачи без перебора шестеренок их тут просто-напросто нет энкодер электродвигатель на ходовой винт да и сразу скажу электродвигатель тут мощностью 850 ватт в принципе ничего лишнего шестерни гитары они шумят и в зависимости от шага резьбы нам нужно перебирать шестерни гитары убрать одну поставить другую а тут этого ничего не нужно делать выбрал метрическую или дюймовую резьбу выбрал шаг резьбы и нарезай резьбу без каких-либо лишних движений друзья реально электронная гитара это практически станок с чпу это экономия времени это удобство это функционал короче те кто работали на станочках с электронной гитарой меня поймут при открытой крышке станок не включится установлен концевой выключатель по сути вскрывать эту крышку нет смысла туда вообще незачем лазить если же только изменить диапазон скорости шпинделя сейчас у меня стоит диапазон от 50 до 1250 оборотов в минуту если мне понадобится от 100 до 2500 оборотов в минуту то мне нужно будет всего лишь навсего открыть эту крышечку и перекинуть ремень поэтому закрыли эту крышку и забыли про нее ну а раз мы начали с электроники сразу же тогда рассмотрим панель управления станка и пожалуй начнем сверху вниз а сверху у нас установлен грибок аварийного выключателя электродвигателя чуть ниже переключатель направление вращения шпинделя рядом кнопка включения выключения станка еще чуть ниже жидкокристаллический дисплей который отображает выбранную нами функцию при помощи вот этих вот самых пяти кнопочек функций тут очень много и по нарезанию резьбы и по подачам по проходам по углу положения шпинделя можно перечислять и перечислять но это чуть позже но они же регулятор потенциометр при помощи которого мы регулируем обороты шпинделя в данном случае как я вам и говорил от 50 до 1250 оборотов в минуту перекинув ремень можно перейти вот на этот вот нижний диапазон от 100 оборотов в минуту до 2500 оборотов в минуту по настройкам электронной гитары по всем ее функциям если вам будет интересно я расскажу в следующем видео а в этом видео у нас обзор в целом так что сейчас мы с вами перейдем к основным техническим характеристикам данной модели токарного станочка ну и концу видео небольшой тест станка посмотрим на что он способен и так по безопасности все четко станок не включится если мы откроем заднюю крышку токарного станка стоит концевой выключатель если мы откроем защитный экран токарного патрона станок тоже не включится стоит концевой выключатель защитный экран на арест державку был установлен но я его снял он тоже защищает от попадания стружки в глаза, но я привык как-то к старым методам. Защитные очки. Но это все относится к безопасности оператора, который работает на этом станке. По безопасности все четко. По станине. Высокая износостойкость направляющих станины, прошедших процесс закалки ТВЧ. Межцентровое расстояние, а то есть РМЦ, 400 миллиметров. Диаметр обработки над станиной максимальный 210 миллиметров. Диаметр обработки над суппортом 140 миллиметров. Диаметр проходного отверстия шпинделя 38 миллиметров, как я и говорил. А конус шпинделя МТ5 или конус Морзе 5. Ход поперечной подачи 75 миллиметров. Ход продольной подачи 55 миллиметров. Ход пиноли задней бабки 50 миллиметров. Державка четырехпозиционная. Под максимальное сечение резца 12 миллиметров. Теперь по лимбам. Цена деления тонкой продольной подачи, или как ее называют малой продольной подачи, составляет 0,02 миллиметра. Цена деления лимба поперечной подачи составляет 0,04 миллиметра. Цена деления продольной подачи, составляет 0,25 миллиметра. Ну и цена деления лимба задней бабки, составляет 0,025 миллиметра. Также задняя бабка имеет функцию поперечного перемещения, и составляет она плюс-минус 5 миллиметров. При помощи этого смещения, можно точить конуса. А в общем, для удобства нарезания конусов, на станке предусмотрена возможность поворота верхних продольных салазок. На угол плюс-минус 40 градусов. Для удобства пользования, при различных операциях, задняя бабка оснащена быстро зажимным эксцентриковым механизмом. А все подвижные части станка оснащены товотницами. Как я уже и говорил, ходовой винт станка закрыт защитным телескопическим кожухом. Шаг резьбы ходового винта 2 миллиметра. Для того, чтобы точить конуса, отводим малую продольную назад, расслабляем два винта шестигранником, поворачиваем на нужный нам угол и затягиваем и точим конус. Излишние люфты можно убрать в малой продольной и поперечных подачах за счет вот этих вот самых винтов, которые поджимают кленовые планки. Чистый вес токарного станка металлмастер ММЛ2140ВЕ с электронной гитарой 75 килограмм. По размерам длина станка 840 миллиметров, высота станка 375 миллиметров и ширина станка 370 миллиметров. Друзья, подведем итоги по техническим характеристикам данной модели токарного станка. Лакокрасочное покрытие на высшем уровне. По безопасности все то же самое. По функционалу вообще супер. Электронная гитара. Давно мечтал, давно хотел. В принципе, я и купил этот станочек, потому что у меня много дел по металлообработке, много работ с мелкими деталюшками. И электронная гитара. Нарезание резть. Это просто супер. Автоматическая продольная подача. Поперечная и автоматическая подача нет. Но она и не нужна тут. В дальнейшем я планирую поставить на него УЦИ. Опять же, если ставить УЦИ, можно только одно осевое на поперечную подачу. Я не знаю, есть такие, нету. Потому что на продольную подачу, вот на этом самом дисплее, как раз таки показывает дистанцию. Сколько прошел сюда, сколько прошел туда. То есть, по сути, тут нужно одну осевое УЦИ для поперечной подачи. Хотя можно, как и по старинке, по лимбам. И все же, по техническим характеристикам, я думаю, хватит. Более подробную информацию вы можете узнать, пройдя по ссылке в описании под видео. Ну, а сейчас я хочу перейти от теории к практике и проверить его в работе в нескольких режимах. Отрезание, проходы и нарезание резьбы. Поехали. Резец отрезной, канавочный. 12 миллиметров державка. Щетка по центру. И у всех возникает вопрос, может ли этот станок резать? Давайте сейчас проверим. Труба, сталь. Диаметр 34 миллиметра. Шовная. Толщина стенки, ну, три с половиной миллиметра. Попробуем ее отрезать. Труба. Три с копейками миллиметра. Толщина стенки, без проблем. Давайте попробуем отрезать 18 пруток. Включаем станок и также 550 оборотов. Вот, отлично. Ну, вот, друзья, видите, режет просто отлично. Дальше дорезать до конца не буду, чтобы не подломать пластинку. 18 пруток без проблем. Ну, а сейчас возьмем вот такую вот заготовочку. Диаметр 59 миллиметров. И попробуем ее облагородить. Сначала я попробую вручную, на 550 оборотах в минуту, а потом поставим автоподачу. И электронная гитара нам в этом поможет. Мне интересно попробовать съем миллиметр на сторону. Без проблем. Миллиметр на сторону. Два миллиметра на диаметр. Теперь попробуем на автомате. Включаем. Замыкаем маточную гайку. Подача. 0,05. Ребята, очень удобно, когда на автомате делают проходы, точить какие-то детали, заготовки на автомате просто супер. А теперь давайте попробуем нарезать резьбу на этой же самой заготовке. Запрограммироваем электронную гитару на определенный шаг резьбы, на определенную дистанцию и попробуем нарезать резьбу. А там посмотрим в автоматическом режиме или же вручном. Будем нарезать метрическую резьбу. Давайте полтора. Длина. 10 миллиметров сделаем. Ну, пускай 11 миллиметров. То есть на участке 11 миллиметров станок нарежет резьбу. Резьба правая. Мануали в ручном режиме. Тарт в ручном режиме. Возвращение в первоначальную точку тоже в ручном режиме. Сохраняем. Правая резьба. Шаг полтора. Дистанция 11 миллиметров. Поехали. Включаем обороты. Попробуем в холостом режиме. Отлично. Ну вот, друзья, таким вот образом в ручном режиме нарезается резьба. То есть нажали кнопочку, он прошел, отвели, нажали кнопочку, он вернулся в исходное положение, подвели, нажали кнопочку, он опять прошел. А можно в автоматическом режиме настроить. То есть нам только нужно будет подводить резец. Подводить и отводить. Друзья, подведем итоги. Маленький, да удаленкий. Станок просто супер. Функционал электронной гитары просто шикарный. Много функций. Много различных настроек. По метрическим, по дюймовым резьбам. По проходам. В автоматическом режиме. Вручном. Только успевай, подавай, и он сам нарежет резьбу. Практически ЧПУ станок. Я очень доволен своим приобретением. И тех, кого интересует металлообработка. Тех, кто занимается металлообработкой. Этот станочек я рекомендую. Металл мастер ММЛ 2140В с электронной гитарой. Проходным отверстием 38 мм. Как я и сказал ранее, ссылочку я оставлю в описании под видео. По планам, какие-то работы, касающиеся токанных работ на этом станочке, я буду публиковать у себя на канале. Например, есть мысль снять видео по настройке электронной гитары. Где мы рассмотрим функционал ее. Рассмотрим диапазоны нарезаемых резьб. Короче, я думаю, для интересующихся видео будет интересно. Ну а на сегодня у меня все. И надолго я с вами не прощаюсь. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok